В эфире телеканал АПС информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! Очередным адресом городского рейда чистоты стал Маймаксанский округ. Есть ли там необходимость масштабного наведения порядка? Ответ у Алексея Карельского. Из 6,5 тысяч домов в Архангельске две трети деревянные. В Маймаксанском округе таких построек большинство. А это и отсутствие мусоропроводов и обилие помойных ям. Если их своевременно не вычищать, мусор начинает отвоевывать придомовые территории. На дорожке, которая некогда связывала дом номер 82 по улице Победы с его корпусами, уже несколько месяцев растет курган отбросов. Огромную кучу мусора местные жители огибают по запасному пути. На трапу войны со своим детищем они выходить устали. Помощи-то нет. Наша жилком сервисная компания плохо очень работает. У нас здесь вообще никогда не убирается, никакого прохода нет. А почему люди-то бросают прямо на дорогу между домами? Да потому что больше некуда. Контейнера стояли, увезли. И больше их нам не вернули. Схожую картину наблюдаем в районе дома номер 14 по улице Михаила Нового. Даже управляющая компания Архгоржилком сервис тот же результат. Мусор стараниями ветра и собак бороздит просторы прилегающих к дому территорий. От помойной ямы мало что осталось. У нас раньше стояли контейнеры, три контейнера. И вот где-то раз, ну максимум, бывало, что вот задерживаются, раз в неделю их убирали, учистили. Такого беспорядка не было. Ну вот до Нового года, наверное, где-то, да, было выгребание. И вот, я говорю, 7 или 8 мая вот это убрали. А дворник вообще бывает? Дворника никакого не бывает. Вопрос, почему месяцами не убирается мусор, не остается риторическим. Адресуем его прямо директору Архгоржилком сервиса Сергею Поздееву. Очень тяжело у нас с финансами. Значит, мы вот в мае месяце, вернее, конец апреля, начало мая по Маймаксе работы вели и по Северному округу. Потом у нас, скажем так, в связи с неоплатой подрядчики отказались работать. Разлучало на планерках даже у мэра, что плохо мы, значит, работаем. Вот нашли финансовые возможности, будем исправляться. Нет варианта вернуть контейнер? Сейчас, да, мы рассматриваем этот вариант. Подождем, посмотрим. Тем более, что администрация Маймаксанского округа готова помогать Архгоржилком сервису. Хоть при этом и своих забот по уборке хватает. Привлекаемые силы, администрация округа, дворники, это в количестве 30 с лишним человек, плюс дворники управляющих компаний. У нас их четыре, вот, и все, в принципе, сейчас брошены все силы на уборку мусора по всей территории округа. На сегодняшний день у нас убраны центральные территории округа, бревенник, 29 лесозавод. Еще работы достаточно, поэтому сейчас будем подключать еще дополнительные силы. Есть в округе и те, кто обходится своими силами и берет дело благоустройства в свои руки. Порой действительно золотые. Настоящие хозяева дома номер 102 по улице Заводской не раз праздновали победу в городском конкурсе на лучший дворик. Не поделками едиными они поддерживают его высокий статус, но и порядком. Семь домов, выходим, вот 9 мая выходили, после 9 уже выходили. Убираем, все чистим. А насколько важно именно самим жильцам прибираться? Или можно, в принципе, все уповать на управляющую компанию? Ну нет, с ним приятно жить, где живешь, там, как говорится, не гадишь. Лучше убрать, приятно. У нас и дети, и внуки все бегают туда. А у вас от управляющей компании дворники бывают? Нет. А платите за это? Точно не знаю, по-моему, мы платим. А какая у вас управляющая компания? Мегаполис. Управляющей компанией Мегаполис, можно сказать, повезло с такими клиентами. Правда, ответственность за уборку с организацией никто не снимает. Вот, например, в каком порядке поддерживает контейнерную площадку возле дома номер 13 по улице Буденного обслуживающая организация «Зафремстрой». Ни единого намека даже на окурок. Оказалось, дело в двойной уборке. У «Зафремстроя» нашелся помощник. Жительница поселка гидролизного завода Любовь Шишова сама себя называет волонтером чистоты. Каждый день тренирует поясницу во имя порядка. Дворник у нас вот здесь подберется, вот у этого дома. Потом где-то там еще он ходит подбирает. А он вот там немножко подберет, вот там. Я выйду, смотрю, грязно. Я опять все подобрала. Скажите, а вы как-то агитируете, может быть, соседей, чтобы тоже к вам присоединились? Я никого не хочу объектировать. У меня есть здоровье, я вышла. А по доброй воле к вам кто-нибудь присоединяет? Никто. Никто. Вот еще ни разу. Во дворе дома номер 114, корпус 2 по улице Победы, идейных борцов за чистоту тоже, похоже, нет. В едином такте с воздушными массами колышутся и порхают по придомовой территории пакеты и прочие легковесные отбросы. С грустью взирает жительница девятиэтажки Лидия Кузакова на мусор, загадивший ее полисадник. Я не знаю, как с ним бороться, а мусор обычно летит, вот, обратите внимание, контейнера вывезены, а когда их заберут, это еще неизвестно. Вот сегодня ветер. Ветер весь несет мусор вот сюда. Мой хороший полисадник. Дворник старается, конечно, это все убирать. Вот он утром прошел, все убрал, но ветер все разнес. За подобное дефиле контейнеров у панельной многоэтажки отвечает все тот же за фрэмстрой. Видимо, набрав в управление много домов, везде не поспеешь. А вот редкий пример, когда лучше меньше, да лучше. Организация «Химик» обслуживает всего один адрес. Менделеева, 14, корпус 1. Дело в том, что эта девятиэтажка кооперативная. Строилась еще работающим гидролизным заводом для своих сотрудников. Предприятия уже нет, своя обслуживающая контора осталась. У нас все устраивает, уборка хорошо. Это самое около, домов у нас всегда чисто. Дворник часто бывает? У нас есть, да, дворники тут свои, все свое, это самое своя. У нас никогда ничего тут нету, чтобы снег был или что ли. У нас чисто и в подъездах чисто. В погоне за монетой многие управляющие компании стремятся пополнить список домов. При этом качество уборки территории страдает. Техники и дворников мало, площадей много. В результате сами обслуживающие организации получают. Кто негативные отзывы, а кто и по шапке. Конечно, в судебном порядке. Отсюда вывод. Бери ножу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Алексей Карельский, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Из Архангельска в первую экспедицию Арктического плавучего университета в этом году отправилась научно-исследовательское судно профессор Молчанов. Группа ученых и студентов САФУ проведут исследования в полярных широтах в районе Шпицбергена и Новой Земли. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Отправке экспедиции предшествовала торжественная церемония проводов ее участников у стен САФУ. С напутствием к участникам обратился губернатор области Игорь Орлов. Помимо тех живых знаний, которые вы будете получать в процессе этой экспедиции, решая свои научные, исследовательские задачи, вы будете выполнять и весьма важную государственную задачу. Ведь за вашей экспедицией стоит задача позиционирования России в Арктике. Экспедиция делится на две части. Полевой отряд плавучего университета в течение 10 дней будет работать в Баренцбурге. По его задачу входит изучение морских террас и почв архипелага Шпицберген. Морские исследования включают в себя гидрологические и метеорологические наблюдения. Цель экспедиции – получение комплексных знаний по состоянию морей арктической зоны. Это Баренцево, Белого, Гренландского морей в условиях изменения климата. Необходимо изучить, проследить, что происходит с водой, как это отражается на экосистеме. Еще одна цель экспедиции – подготовка студентов. Для них это великолепный шанс использовать полученную теорию на практике. Мы будем исследовать водоросли, морскую воду, на химический состав и вообще на видовой состав. Очень хочется посмотреть Арктику, поработать на научно-следовательском судне, потому что уже был опыт работы на приборах таких. Маршрут профессора Молчанова будет пролегать от Архангельска к Шпицбергену и далее к берегам Новой Земли. 30 июня судно вернется в родной порт. Виктор Кузнецов, Руслан Симушин, Панорама Севера. В Новодвинске состоялся круглый стол, где обсудили проблемы доступной среды в городе для людей с ограниченными возможностями. Подробности в сюжете наших новодвинских коллег. Доступная среда для людей с ограниченными возможностями – многолетняя проблема многих городов России. К примеру, в Новодвинске работает достаточное количество различных организаций и социальных учреждений, но лишь единицы из них оборудованы пандусами. Это одна из больших проблемных тем, которая была обозначена на круглом столе. В первую очередь я хотела бы поднять вопрос о том, что у нас нет доступной среды к учреждениям. Это пусть будет наша больница, нет парковок, это будет, допустим, учреждение, ну даже администрация. Людям приходится идти от остановки центральной до пенсионного фонда или просто ездить на такси. Это тоже проблема. Также на этой встрече поднимали ряд других вопросов. Но все же центральной темой стало взаимодействие социально ориентированных некоммерческих организаций с органами власти и социальными учреждениями по созданию условий доступности и социальной адаптации инвалидов и их семей. Хотелось бы, чтобы город Новодвинск перенял опыт Северодвинска, Коряжмы, Котласа. В этом направлении я думаю, что и активность, и гражданских организаций, и гражданских организаций будут более, ну лучше. Будет вот та связка между гражданским обществом и муниципалитетом. Подводя итоги круглого стола, была принята резолюция. Ее ключевыми моментами стали создание координационного совета, куда войдут представители всех общественных организаций Новодвинска, а также сделать остановку у пенсионного фонда. 1 июня отмечали День защиты детей. В честь праздника в Архангельске прошло много интересных мероприятий. Большие торжества развернулись в первый день лета на площадке Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. День защиты детей для сирот, ребят, которые остались без попечения родителей, приемных и многодетных семей Архангельска, был раскрашен яркой палитрой эмоций. Постарались организаторы детского праздника – Центр патриот и торговая сеть ДИСМА. Всего от сети магазинов ДИСМА в рамках благотворительной программы «Сегодня я помог детям» подарено 420 билетов. Детские улыбки, звонкий смех, и как они с удовольствием смотрели спектакль, я поняла, что праздник удался. Лучшие творческие силы Центра патриот и приглашенные артисты погрузили ребятню в атмосферу сказки. Сказки со счастливым концом. Мне особенно понравилось представление, когда там выступали и когда лису победили. А тебе? Мне понравилось очень, когда раздавали призы. Фломастеры, краски, мыльные пузыри, сладости – никто не ушел без подарка. Велками ребятня воспользовалась тут же. Запечатлела свое хорошее настроение на асфальте. Ты как думаешь, для чего вообще нужны такие праздники? Чтоб дети не грустили, были радостными, веселыми. Играют песочницы и думают, вот бы нам устроили праздник. Представление, игры и конкурсы в День защиты детей – не разовая акция Центра патриот. Он постоянно работает над тем, чтобы праздников в жизни детей было как можно больше. Алексей Карельский, Сергей Минин, Панорама Севера. В Центральном ЗАГСе Архангельска в честь Международного дня защиты детей прошла торжественная регистрация малышей, чьи имена Мария и Иван. С подробностями Екатерина Грициенко. На рожке играет Ваня, подпевает ему Маня. Выйдет Ваня на лужок веселей, играй рожок. Четыре Маши и один Иван. Этот особенный в их жизни день они, конечно, не запомнят. Однако узнают о нем по фотографиям и рассказам родителей. В Центральный ЗАГС Архангельска были приглашены четыре семьи, в которых растут детишки со старинными русскими именами. Надо сказать, что имя Мария, оно достаточно давно остается на пике популярности среди наших горожан и вообще, в принципе, во всей России. Но имя Иван, оно несколько уже становится забываемо, что ли, нашими людьми. И поэтому вот в дань этим именам мы проводим такую акцию, такое мероприятие. А вот на Руси имя Иван, которое с древнееврейского переводится как «милость Божья», было самым распространенным. В полных святцах оно обозначено 170 раз, то есть почти через день. Мария в переводе с древнееврейского языка означает «печальная», а вот в славянской традиции оно получило новый смысл и означает «госпожа». Сейчас маленькая Маша спит. Еще бы день у нее был насыщенный. Сегодня Попова Мария Вячеславовна официально стала гражданкой Российской Федерации. Ну вот, Машенька проснулась. Екатерина Грициенко, Руслан Симушин, Панорама Севера. Артисты Котловского драм-театра совместно с магазином «Бегемотик» в рамках Международного дня защиты детей провели акцию «Театр идет к детям». Она прошла в детском отделении горбольницы и в Котловском детском доме. В крупных городах такие благотворительные акции уже стали традиционными. 1 июня многие артисты дают представление перед детьми, которые встречают свой праздник на больничных койках или перед теми, кто лишен родительской любви. В Котлосе акция «Театр идет к детям» прошла впервые. Ее инициировали сами театралы. Мы сегодня были в детском отделении городской больницы. И вот сейчас в детском доме совместно с магазином «Игруши Бегемотик» мы проводим такую замечательную, мне кажется, акцию. Надеюсь, что она станет традиционной. Весь сценарий и инициативная группа готовила самостоятельно в свободное от основной работы время. Артисты немного отошли от привычных форум и поставили кукольный театр. Так удобнее работать на маленьких сценических площадках. А реквизиты игрушки, которые ожили на импровизированной сцене, каждый из участников акции принес из дома. После 20-минутного представления мальчишкам и девчонкам вручили мягкие игрушки и сладкие призы. Огромное спасибо всем, кто предоставил нам сладкие подарки, мягкие игрушки, вообще всем тем, кто сегодня был с нами рядом. Продолжение у этой акции будет однозначно, заверила главный режиссер театра Наталья Шибалова. Может быть в форме очередного выхода к детям, а может в кукольной постановке уже в стенах театра, чего раньше не бывало. И похоже зря. Как показала практика, и в таких формах наши артисты работают очень достойно. В Архангельске в 26-й раз прошли традиционные соревнования среди людей с инвалидностью. Бег, прыжки в длину, дартс – это далеко не все дисциплины, которые покорились спортсменам. Про них нельзя сказать люди с ограниченными возможностями. Да они и сами не любят таких определений. Они – это спортсмены из 11 муниципальных образований области, среди которых и мастер малой ракетки Александр Накозин. Они важны как раз для адаптивного спорта людей с ограниченными возможностями и повышения уровня спортивного в лёгкой атлетике, в теннисе. И многих других дисциплинах, среди которых и шашки. Здесь своё мастерство оттачивали 22 спортсменки. Но поддержание спортивной формы и игровой азарт далеко не главное для участников. Чего там, какие места, нас это не волнует. Особо нам уже за 60, так что это уже не важно для нас. Самое главное для нас, конечно, общение. Не важно, кто выиграет. Общение в этом году проходило более узким кругом участников, чем в прошлом. По состоянию здоровья некоторые приехать не смогли. Но на позитивном настрое, как у спортсменов, так и у судей, это не сказалось. Они общаются, переписываются, рассказывают свои беды, боли. Им легче становится жить, понимаете? Поэтому вот люди приезжают сюда с удовольствием. Те, кто успел вкусить и радость общения, и лучший результат в своей дисциплине показать, отправятся уже на всероссийские соревнования по адаптивному спорту. Артемий Заварзин, Алексей Шершов, Панорама Севера. Россияне сегодня празднуют День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Он был придуман в противовес американскому Дню обжорства в 2011 году. Не секрет, что число людей с избыточным весом постоянно растет. Причины этого кроются в самых различных сторонах жизни. Психологическая зависимость от еды, перекус на бегу, обильный поздний ужин. Главная задача сегодняшнего праздника – напомнить о том, что питаться нужно правильно и без вреда для здоровья. Как к этому относятся архангелы Городцы в нашей рубрике «Вопрос дня». В последнее время я очень побывал в другом городе и начал влекаться в вегетарианство. Мне понравилось. Питаемся всегда очень, как говорится, здоровой пищей. Стараемся меньше кушать жареного. Утром кашки овсяные. То есть, заботимся о себе. Фрукты, овощи вовремя все. Режим. Мясо тоже надо есть. Когда я иду в магазин, стараюсь все-таки покупать правильные продукты. Смотрю обязательно срок годности, состав продуктов. Потому что сейчас очень много консервантов добавляют, всяких добавок. И, конечно, нужно за этим следить. Много овощей, продуктов полезных. Пареные овощи, мясо также предпочитаю, не жареное. Здоровье и питание – это вообще принцип жизни. Плюсом ко всему движение – это жизнь. А диеты? Как получается, когда как? Когда чувствуешь себя хорошо, мне кажется, никакая диета не нужна. Вся палитра города прошедшей недели – самые важные и интересные события. Архангельска за семь дней. Концерты, пресс-конференции, фестивали, конкурсы, спортивные матчи. В новой рубрике «Открытый город». 26 мая в Театре драмы имени Ломоносова прошел большой юбилейный 55-летний концерт Архангельского народного ансамбля «Песни и пляски Северка». Телеканал ПС побывал на торжественном мероприятии. 28 и 29 мая телеканал ПС транслировал фестиваль по футболу «Локобол» и первенство Архангельской области по футболу среди мальчиков 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 16 команд, представляющих Архангельск, Северодвинск, Отласкоряжму, Новодвинск, Плесецкие и Виноградовские районы. 29 мая на телеканале ПС состоялась онлайн-трансляция концерта фолк-группы «Лашу» и группы «Корица. Акустический рок». Мероприятие проходило в клубе «Колесо». В конце мая Архангельск, первый из российских городов, принимал фестиваль «Золотая маска». Это авторитетная и престижная награда в области театрального искусства. Северяне впервые увидели три спектакля одних из лучших театров Москвы и Санкт-Петербурга. Телеканал ПС показал в эфире полную версию пресс-конференции организаторов «Золотой маски». Видеозаписи концертов и матчей вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Цены пополам. Так называется ярмарка от Ивановской текстильной компании. Она проходит в выставочном зале Союза художников. Предлагаю познакомиться с ассортиментом товаров. Ярмарка распродажи Ивановского текстиля начала свою работу в выставочном зале Союза художников России. Вас ждут гарантированные качества и, конечно, очень низкие цены. Так, носки стоят всего 15 рублей, подушка бамбук 250 рублей, постельное белье всего 350 рублей, одеяло 490 рублей. Постельное белье я выбрала. Здесь очень дешевое. Считается, что из Иваново лучше, качественное. Вот поэтому, вроде кажется, и дешевле. Поэтому мы и приехали сюда. Пришли сюда потому, что это качественная продукция, натуральная. И стоит гораздо дешевле, чем в этих всех перекупщих магазинах. Приходите, люди, на выставку. Здесь все дешево, качественно. И наше российское. Ярмарка распродажи Ивановского текстиля будет проходить до 6 июня включительно в выставочном зале Союза художников на проспекте советских космонавтов 178. Далее в выпуске информация о курсе валют на завтра. По данным Центробанка, на 3 июня доллар США 34 рубля 89 копеек, евро 47 рублей 55 копеек. И у меня на сегодня все. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова